Лучшее в стране Вы познакомились в очередной раз с вашей работой Открывала она наш час Которая сейчас с песней прозвучала Диана Арбинина Очень мне нравится эта песня Это не мне, и Диана мне нравится И клип этот мне тоже нравится Ирина была режиссером Безусловно, мы это все знаем Мы любим эти работы Ирины И многие думают, хотелось бы Нам как-то приобщиться Может быть не такой шедевр сразу сделать Но как-то снять клип И здесь Ирина может помочь Я вообще эти все просьбы Слышу много-много лет И все чаще они повторяются Потому что время наше такое визуальное Мы все с этим имеем дело У всех мобильные телефоны В которых всегда уже встроена Хорошая камера И мы это делаем ежедневно В обязательном порядке Даже если этого и не хотим А если еще GoPro купил Так вообще возможности расширяются Да, и GoPro, и фотоаппараты Всевозможные И прочая-прочая Вся эта съемочная техника Она уже даже начинает Мозолить глаза И она уже есть дома И думаешь, ну как же Что-то надо сделать Не говоря уже о мобильных телефонах Вот, поэтому, конечно Мне пришло в голову Уже пару лет назад Открыть школу Так И обучать всех желающих Делать что угодно С этими видео Возможностями нашими Потому что, конечно Здесь надо начинать С простого Но двигаться можно На бесконечность Поэтому я приглашаю Очень всех присоединиться Школа моя называется По воскресеньям я снимаю кино Вот такое длинное Но правильное название По-другому не скажешь Именно по воскресеньям Каждое воскресенье В свободное от других Приятных дел Время И знаете, это стимулирует Там субботний вечер Сразу такой хороший, трезвый Потому что ты знаешь Что у тебя воскресенье На пары У тебя праздничная встреча со мной А это всегда празднично Мы прям классно проводим Это время То есть даете сначала азы Сначала даю теорию азы Чтобы люди понимали, что это такое Самое главное Пинок под зад Потому что, вы знаете Что бы я не рассказывала про технику Как снимать Чем снимать На какие кнопки нажимать Если человеку в голове Кнопку правильную не нажать Просто чтобы он встал И пошел и сделал Потому что, знаете Как многие хотят Но почему-то не встают с дивана И не идут Вот я делаю вот это первое Обязательно Пинок под зад То есть я всех мотивирую В принудительном порядке Но все, в общем, довольны Ребята Ира, сколько по времени Вот занятий в школе? Сначала мы 10 недель 10 воскресеньев Слушаем мои рассказки Очень Теория Теория, да Начиная от создания Кинематографа Вообще Мирового И российского В частности Братья Лювьер И поехали И раньше, да И раньше, и позже Это все безумно интересно Потому что все эти сведения Я уже рассказываю не первый раз И я их Модернизировала Таким образом И спрессовала Чтобы это было, во-первых Безумно интересно Вот правда То, чего вы нигде не узнаете Кроме как я о ней расскажу И соединяю их Будущее с прошлым Прошлое с настоящим Чтобы все было понятно Откуда, чего Вообще Что такое кинотеатр Откуда он взялся И зачем он нужен Вот вы знаете Что такое кинотеатр? Ну это место Показывают кинофильмы Зал Почти правильно Но более точно Сказала бы я так Что это ловушка Ловушка Ловушка, да Потому что первые кинотеатры Вот именно коробки Сделаны для того Чтобы люди Не проходили мимо И не заглядывались бесплатно А для того Чтобы увидеть можно было Только купив билет Это такие ловушки Где нам сырочек кладут И мы туда идем Как мышки Вот такие всякие штуки Как устроен кинобизнес Почему он таков Почему он таков в России Почему он таков в мире Что с ним будет дальше Что с ним происходит сейчас Как снимать видеоролики Профессиональные и непрофессиональные В общем про все Я рассказываю 10 недель А потом мы все снимаем И в нашем эфире задавать вопросы Дорогие друзья 8909-928-189-9 Ватсап, Вайбер, СМС Группа ВКонтакте Страна.ФМ Уже есть публикация Вы к Ирине можете прямо сейчас В комментариях написать свой вопрос Я думаю она с удовольствием Ответит И такой ликбед проведет Мы сейчас сделаем музыкальную паузу И посмотрим Послушаем клип Марк Тишман на телерадиоканале Страна.ФМ Дорогие друзья Оставайтесь в компании Страна.ФМ Задавайте вопросы Ирине Мироновой И думайте С какого времени Вы С какого воскресенья Вы начнете свои курсы Чем быстрее Тем Профессиональнее вы станете Между прочим Оставайтесь с нами Все в конце концов Не важно Если встретились Однажды Если вместе Быть не страшно Мы счастливы Что сегодня Вместе с нами Режиссер Клипмекер Ирина Миронова Только что мы посмотрели Очень красивый клип Друзья Если хотите Научиться снимать Такие клипы Приходите Облучаться к Ирине Приходите ко мне Всех приглашаю Мою школу Которая называется По воскресеньям Я снимаю кино Это также Теперь уже Можно найти Как совместный проект В интернете Как информация О совместном проекте С большой Компанией Университет Синергия С которой мы делаем Миронова Видеоскул И оттуда тоже Попасть ко мне На оффлайн курсы Ирина Скажите пожалуйста За кадром Сказали вы нам Что очень много Зависит от песни И работа Соответственно Идет в определенном ключе Вот если говорить Про работу Моя актриса Как обстояли дела здесь Обстояли прекрасные дела Потому что Марк приятнейший человек Кстати Спивакова Потрясающе Интереснейшая Жарптица Я таких женщин Называю жарптицами Это очень Приятные люди Которые для кадра Для чего-то делают Для хорошей работы Делают все Что они могут Это здорово Песня Вне времени Поэтому клип Получился таким Тоже немножко Непонятно Когда он снят Я надеюсь Это будет непонятно Еще через много-много лет Он будет таким же Непыльным Но непонятно Когда сделанным И здесь Главное Не промахнуться Мимо песни И мимо человека Которого ты снимаешь Не каждому идет Какая-то новая фишка Только что Придуманная И хорошо вставшая В клип Тимати Например Или любого другого человека Артиста И тут же это Перенимать на себя Бессмысленно Если ты не уверен Что это Негармонично Тебе Да Не твое Что касается музыки Скажи пожалуйста Для тебя Есть какой-то жанр Где ты просто фанатеешь Рок Популярная музыка Танцевальная музыка Электронная музыка И вот ты работаешь Ну как-то по-особому Или как режиссер Я фанатею тишины Я вам признаюсь честно Я бы сняла Какой-нибудь клип Кстати Это смех смехом Но однажды Ко мне обратился Леня Агутин Мы с ним знакомы И летели в одном самолете И просто Фактически На соседних Говорит Слушай А у нас С Машей С Анжеликой Есть песня Она называется Музыки осталось мало Он мне тут же ее включил Это было несколько лет назад И по смыслу По тексту Там получается Что музыки осталось мало Она куда-то исчезла Где-то между веками Застряла Я говорю Слушай Ну это клип Будет уникальным Если мы снимем его В тишине Просто вас А вы потрясающе интересны В клипе И без музыки Начнем с того Что мы эту фонограмму Что-то с ней случится Она не сможет Заиграть И вы будете просто А дальше люди Пусть слушают эту песню По радио А клип будет Как бы в тишине И без музыки На интершумах Ветер Вода Поцелуи ваши Там что-то такое Ему это очень понравилось Но Совершенно не коммерческая Идея По этому Не осуществилась Но может быть все впереди еще Возможно Надеюсь Скажите пожалуйста Вот ваши студенты К вам приходят С надеждой Что они когда-то Поднимутся На ваш Олимп Какая-то дорога Их ждет Вы берете себе их Я не знаю В ассистенты Как-то У кого талантливых Замечаете Вот это то Золотое яйцо Которое я сразу Всем предлагаю Это то уникальное Что я могу дать Это не просто Рассказать 30 часов С начала 10 воскресений О том Каждое воскресенье По 3 часа Пролетают незаметно У меня студенты Полулежа С китайским чаем Хорошим привезенным Специально Для них В прекрасных условиях В хорошем месте Слушают мои Рассказы А потом Я приглашаю Поучаствовать В моих проектах Мы делаем Они делают Все то же Мы Потому что мы делаем Это все вместе Я получаю песню Они получают песню Ту же самую Я пишу сценарий Они пишут сценарий Я участвую в кастингах По своим сценариям Они участвуют Я даю возможность Делать все То же самое Что делаю я С тем Чтобы и научиться И так же как я И может быть Где-то даже выиграть И победить И заработать То есть практикуете вместе Абсолютно Действительно Школа Друзья Маленькая пауза После которой мы вернемся Оставитесь в компании Страны ФМ Ирина Миронова Сегодня в гостях У программы Лучшее в стране Дорогие друзья Всех вновь приветствуем Лиза Калинина В студии Роман Шахов В гостях у нас сегодня Режиссер Ирина Миронова Мы и еще одну работу Сейчас посмотрели Самую свеженькую Новенькую Кристина Арбакайте Была главной Прима Кристина Арбакайте Клип фар Свою любимую Разгромили все что могли Разбили все Все посуду Все по-настоящему Абсолютно по-настоящему То есть смотрели телевизор Наверное да Когда были съемки В перерывах А потом под конец Телевизор удосталось Ну это так зрители думают Вообще конечно Работа в кадре Всегда Она предполагает Предполагает большой труд Кристина в этом смысле Мне очень помогает Она такая труженица И у нас получаются Очень хорошие Красивые клипы А вот с теми артистами Которыми работаешь Уже не первый раз Проще То есть уже знаете Друг друга Как-то уходит Это скованность С одной стороны проще С тем кого ты хорошо знаешь И клипы для кого ты сделал Уже хорошие Человек уверен Что это круто Уже нравились ей клипы Те которые Но с другой стороны В это же самое время И больше уже От тебя Ждут И хотят И какие-то Завышенные требования Каждый раз Себя превосходить Если с клипмейкером С которым Например Словно говоря Та же Кристина Арбакет Никогда не работала Она к нему приходит Ну он что-то делает Там плюс-минус Хуже-лучше Ну хорошо Нормально А если я там Что-то не то сделала Ко мне Повышенные будут Претензии Что как ты могла А почему не шедевр А почему не Ну то есть здесь Уже другая игра В другое Тут уже игра На повышение И она мне тоже Очень нравится Смотрите Еще такой вопрос Вот когда вы видите Человека впервые Работа уже начинается Когда вы только-только Знакомитесь Вы артиста еще не знаете Например новый артист К вам обратился Вот вы уже Смотрите на него Уже что-то предполагаете Придумываете или нет Все начинается Достаточно позже У меня работа начинается Не со знакомства С артистом Арт-объектом А с личным А с знакомством С его видео Визуальными Всеми Штуками И делами То есть я люблю Послушать музыку Не знаю еще Человека лично Потому что Можно попасть Под обаяние И изменится Ну это неправильно Это немножко Такое человеческое Обаяние Они очень этим пользуются А я Как хирург Такой с холодным носом И с холодным скальпелем Люблю послушать музыку Отдельная фонограмма На которую надо снимать И посмотреть все Что есть про этого человека В интернете Включая плохие Неудачные фотографии И дурацкие видео Чтобы понять Что не нужно делать Что плохо Что не идет А потом уже Я встречаюсь И на это накладываю Все что я уже Об этом думаю Доктор видео Понимаешь Доктор видео Доктор видео Ну а как Страшно Доктор видео Хорошо Вот смотрите Можете ли вы отказать Вот Ирина Миронова Можете отказать Сказать Не хочу с вами работать Мне не нравится Не мое Не получается Тяжело мне это дается Я себя заставляю Мне никогда не получается Может быть там Пару раз я в жизни Вообще отказывалась Но это уже было какое-то Невозможно было снимать Вообще я не могу Но я жалею Надо отказываться Надо отказываться Надо А я не могу Я так люблю снимать Даже какая-то Неудобная для меня ситуация В плане бюджета Или в плане песни Вот совсем я эту песню не понимаю Но я пытаюсь ее понять И в итоге я ее понимаю И снимаю неплохо То есть всем это нравится Но я учусь отказывать Пока никак у меня не получается Есть ли какие-то тренды Вот в клипмейкерстве Сейчас Как в моде Понимаешь Вот в этом году носим Желтое например В этом году красное Что мы обратили На что мы с Романом Обратили внимание Что сейчас модно Снимать мини-фильмы Ну то есть Даже не всегда Привязана история К песне Но вот как-то людям Нравится смотреть Или снимать режиссером Я не знаю От кого это исходит изначально Это исходит от телевидения Ситкома Конечно Ну да Хочется какую-то историю Причем они же такие хорошие Сейчас эти сериалы Супер вообще Такой продакшн Так интересно Даже интереснее Чем какой-то хороший Но мы правы Так и есть Нет вы не правы Это тенденция Была раньше Сейчас она сошла Практически на нет То есть для того Чтобы снимать Какие-то очень хорошие Сюжетные истории Нужны большие деньги А сейчас в тренде Деньги не тратить На клетку Потому что Сейчас в тренде Снимать как бы Бракованное Хом-видео Вы видели может быть Ролик последний Медуза Да Как бы такое все Бракованное Как бы все Снятое чуть ли не На ВХС камеру Которая уже давно Не существует в природе Но у меня вот Тоже это все есть Я очень люблю Такие словно снимать А вообще Это сделанные Эффекты нарисованные Довольно дорогостоящие Я вам скажу Вот Это вот сейчас модно Как бы так Левой ногой Как бы невзначай Как бы сломанной камерой Какой-то посмотрели Посмотрели Что-то такое Это все рисуется Довольно дорого И тщательно У меня был такой случай Несколько лет назад Ко мне принесли песню Которая называется Хом-видео Было три девочки Они правда не стали певицами Но идея была в том Чтобы снять как бы Ту вечеринку Которую Они не знали Что их снимают Скрытой камерой Скрытой камерой И поэтому сразу же Продюсерам пришла в голову идея А зачем нам тратить деньги Давайте снимем дешево Прямо возьмем эту ВХС камеру Дурацкую Все как в жизни Как в жизни Вот на что Но это не получилось Я сказала Если вы хотите Чтобы было как в жизни Но вы хотите все-таки клип Надо снять Очень дорого и качественно А дальше мы будем Это все рисовать и портить Друзья Дальше мы будем Говорить о том Что как можно сделать Хорошо и дорого Или может быть Не очень дорого Оставайтесь в компании Страны ФМ Дорогие друзья Вы слушаете и смотрите Телерадиоканал Страны ФМ Режиссер Клипмейкер Ирина Миронова Сегодня у нас в гостях Мы говорим о том Что можно и самому научиться Уже с этого воскресенья Становиться режиссером Ну и конечно Можно смотреть Замечательные клипы Которые выпустила И выпускает Ирина Да У нас много вопросов К вам Люди интересуются Вообще нужен ли какой-то талант Или научить можно кого угодно Нет Талант нужен Особенно талант Который Как сказать Отсутствие лени Знаете такой талант Когда человек не ленивый Вот это тоже дар Или не боится еще Нет Стран здесь ни при чем Лень Я столкнулась с тем Что все много хотят Но не могут почему-то Преодолеть в себе Вот это вот Лентяйство Или жебокость Я на своих курсах И в своей школе Которая называется Миронов Video School Совместно с университетом Синергия Онлайн Есть варианты Можно в интернете найти Это онлайн варианты Можно купить Вот это для самых ленивых Ну или знаете Вот кстати говоря Не то что Я не хочу никого обидеть Просто у меня же там Барселона Рига Ксахалин Не все же могут посещать Это ученики Да Буквально по их просьбе Это было создано Потому что Мы поняли Что сюда Люди Ко мне из Минска Летали по воскресеньям Ребята Но я их жалела Говорю Ну что же вы беньки Они летали Петербург Минск Я им очень благодарна И слава богу Все хорошо Все получили Все что хотели Но теперь мы сделали Онлайн вариант Миронов Video School Совместно с Синергия Skills Сейчас это все Прямо актуально А мне кажется У таких даже больше Получается Которые прилетают По воскресеньям Они потом Вот знаете Чем больше препятствий Ты преодолеваешь Тем дальше ты пойдешь Поэтому препятствия Это наше все Мы их создаем Иногда даже специально Ну я В своей школе И вижу что Если человек преодолевает Вот например Чтобы попасть ко мне На запись в курсы Я всегда говорю Напишите мне письмо на имейл И расскажите что вы хотите Те кто говорят Ну фу на имейл А где телефон А где сколько стоит Никакой нет информации Все до свидания Не наш пассажир А если человек все-таки Пишет это письмо Задает какие-то Грамотные вопросы Не ленится Потом еще раз Письмо написать Я на них И на эти письма Отвечаю с огромным удовольствием И понимаю что вот Человек потратил время Проявил свое желание Наш Welcome to the board Миронова Video school Сколько там обучения Выдаются Какой-то сертификат Диплома С этого года Будет все выдаваться Будет выдаваться Сертификат Будет выдаваться Все что вы хотите Потому что кому-то Нужно Какое-то подтверждение Для того чтобы На работу Мы это все Да сейчас обсудили С синергия Синерджи Будем все делать Очень индивидуально Потому что мы хотим Чтобы здесь люди приходили Не потоком Послушал И дальше нас не интересует Что с этим человеком Произошло А я всегда спрашиваю Вы объясните Значит что вы хотите Цель Цель И мы обязательно Вместе эту цель Реализуем Во что бы то ни стало Сделаем так Чтобы вы ее Обязательно получите Эту цель А приходят такие Которые ну не знают Что хотят Ну вроде хотят научиться Это называется кинотуризм Таких тоже пожалуйста Ради бога Покупайте билет Первый ряд Ножки вытягиваем Слушаем все сказки Рассказки И с счастливым Прекрасным настроением Идем заниматься Своими делами Тоже Вот как Но самое главное Что мне очень нравится Что ты получается Трудоустраиваешь людей Стараюсь Абсолютно верно Стараюсь Во всяком случае Все мои площадки Где я работаю сама Все мои проекты Открыты для моих студентов И только для студентов Для тех кто Потратил свои деньги И потратил свое время И прослушал мои лекции То welcome На всей моей площадке Стараюсь сразу И за какую-то зарплату Там дать И все Это такое уникальное У меня У нас сейчас будет Еще одна работа ММ Называется Композиция Ключи от сердца Мы тоже сейчас Посмотрим Видеоряд И уже после Комментарии Конечно послушаем Да Нам интересно Итак друзья В эфире телерадиоканала Старана ФМ МММ Ключи от сердца Смотрим Слушаем Такое однажды Случается с каждым Судьба уносит Куда да не спрашивает Хотите вы этого Или нет Несет Без управления И контроля В новое Пустое Вы Беспомощны Сопротивляться И вот уже Оказываетесь Где-то С кем-то Незнакомым Другим Зачем И это происходит Вновь и вновь Опять и опять До тех самых пор Пока вы не узнаете Что этот блестящий План судьбы Единственный способ Найти друг друга Париж улыбается Спостера Вот бы туда и назад Плаукостами К Бьеру Кардену В гости И домой С тобой Мне хочется жить мечтой Мне хочется быть такой С собой План судьбой План судьбой Самая личная в этом мире Не общая простыня и полотенца Мы не поселились в одной квартире Мы обменялись ключами от сердца Самая личная в этом мире Не общая простыня и полотенца Мы не поселились в одной квартире Мы обменялись ключами от сердца Фильмы с Жаном Рено Мы костюшками домино Падаем вниз на самое дно В эти чувства Под звездными люстрами У закрытого входа в метро Чекин Сонных дорог Крепешин Полощет отряд Поливальных машин По кругу Будто ниткой пришит Как мы Пришиты с тобой Друг к другу Самая личная в этом мире Не общая простыня и полотенца Мы не поселились в одной квартире Мы обменялись ключами от сердца Самая личная в этом мире Не общая простыня и полотенца Мы не поселились в одной квартире Мы обменялись ключами от сердца Самая личная в этом мире Не общая простыня и полотенца Мы не поселились в одной квартире Мы обменялись ключами от сердца Самая личная в этом мире Не общая простыня и полотенца Мы не поселились в одной квартире Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я за локацию хочу поблагодарить. Красота. Красота — это Каппадокия, да, очень красивое место. Очень красивое место. Ирина, на самом деле, столько у меня вопросов сразу родилось после клипа. Вот бывает так, что вы видите какого-то человека вообще, не певец, не актриса, и вот вы уже начинаете придумывать, что человек — герой клипа, начинаете развивать какую-то историю. Может такое быть? Вас, например, сейчас. Да, я прямо сейчас могу рассказать несколько сценариев для вас. Ну-ка, давайте-ка, давайте-ка. Для сольного вашего, и, например, для дуэта тоже. Скажи, Юр, да. А прямо не выходя из этой студии, можно придумать, можно снять. Ну-ка, ну-ка. Ну, я бы сняла... Что я бы сняла? Я бы сняла, что... Во-первых, мне нравится, как вы улыбаетесь. Если, например, слушатели этого не видят, к сожалению, вы потрясающе мило улыбаетесь. Я считаю, что эти ваши улыбки, они должны разукрасить эту студию до такой степени, что просто изгибать эти прямые линии железа, очень приятного здесь, и все должно изгибаться от ваших улыбок. Улыбка и просто разлетается все в щепки отсюда. Класс. Спасибо. Спасибо большое, как приятно. Ой. Дорогие друзья, в это воскресенье бросайте шашлыки, приходите учиться снимать хорошие видео. Кого больше, парней или девушек приходят на курс? Или это как-то не отслеживается? Немного больше девушек, но по факту лучше устраиваются в этом бизнесе парни. То есть мужской, по большому счету. Ну так, если глобально говорить. Да, но я это, знаете, как объясняю тем, что, в принципе, на мой взгляд, мужчина по природе более ленив, чем женщина. Женщина много делает мелких движений, она не ленится вот что-то суетиться где-то как-то, а мужчина ленится эти мелкие ненужные движения делать. Если он что-то решил, он уже делает это один раз и навсегда. Поэтому, если такие приходят на курс, то, как правило, это уже очень осознанно, и дальше человек идет прямой дорогой вверх и вперед. Приходят повышать свою квалификацию или в основном те, кто с нуля? По-разному. Вы знаете, у меня такие студенты были замечательные, очень разные цели. Пара, муж и жена, мальчик и девочка, у них уже двое детей маленьких, она придумывает сказки, пишет их, и прямо они издают книжки, они мне показывали эти книжечки со сказками, а он оператор. И у них бизнес семейный. Они на сайте, на своем красивом, приглашают семьи снять для детей подарок, маленькую сказку, пятиминутную, трехминутную, где участвуют все члены семьи. Бабушки, дедушки, дети. Это безумно весело для детей. Он снимает, она придумывает целаремы. У них была такая цель. Мы научились всему, что могли сами. Теперь мы хотим, чтобы наш продукт стоил дороже. Как нам это сделать? Вот такая конкретная задача была. Я вам объяснила, что нужно, чтобы было дороже, лучше, качественнее. И они дальше стали работать в своем направлении. Слушай, какие молодцы. Какие молодцы. Какие-то советы, может быть, если они есть такие, если они есть бесплатные, для того, чтобы снимать, например, коротенькие видео для Инстаграма. Понимаешь, все же сейчас это делают. Но кто-то делает красиво, кто-то делает бездарно. В чем секрет? Пух. Красиво и бездарно. Приятно, неприятно. Бывает неприятно, прям фу, а бывает приятно. В чем секрет? Секрет не в качестве картинки, не в качестве изображения. Секрет всегда в голове. Если человек понимает, что он снимает, если он просто понимает, зачем он это делает, как правило, это уже, ну, зрителю это нравится, как правило. Поэтому первое, чему я учу своих студентов, это вот именно закладываю в голову понимание того, что вы, зачем вы делаете. Зачем вам это нужно? Зачем вам это нужно? Что вы даете? Ой, вот не знаю, что вы тогда просите. Вот думай, пиши, сиди, продумай. Так, первое, чему я учу всех всегда, прям с первого же занятия. Кстати, я очень много даю, вот от воскресенья к воскресенью, огромное количество упражнений, книжек, ДЗ. Они просто неделю вот в горячем поту все это делают. И одно из первых упражнений, это написать список того, что человек никогда не хочет делать в своей жизни. Это очень полезное упражнение для всех. Как только вы поймете сами, ответьте себе честно на вопрос, чего вы не хотите делать, вам реально станет легче. Вам станет легче понять, а что же вы хотите. Потому что ответить на вопрос, чего я хочу больше всего, сложно. Но сначала можно ответить, чего я точно не хочу. То есть как психология уже, да? Метод от противного, конечно, да. А вот смотрите, еще такой вопрос, финальный у нас скоро клип будет. Вот когда ребята приходят к вам, они приходят из других профессий? А я вам скажу, не только ребята, вот, это хороший вопрос. Это еще и взрослые люди. То есть они вообще судьбу иногда меняют. Это всякие женщины среднего возраста, моего и старше, которые уже очень благополучные. Например, она какая-нибудь продавец в салоне Бентли, который сидит и понимает, что она умная, она хочет чего-то еще. Она хочет что-то и не понимает, что, но они приходят. У них есть на это деньги, у них есть на это время. Это разные люди из бизнеса, которые понимают, что они чего-то хотят еще другого в этой жизни. Узнать и понять. Но пока еще не знают, но хотят. Но еще иллюзии какие-то рушатся, потому что они же думают, что ты режиссер, ты красиво сидишь и кем-то руководишь. Очень же много мелочей в профессии трудных. Это, как правило, дети так думают, 16-летние, которые приходят. Им кажется, что я буду режиссером, я буду сейчас тут всеми руководить. А взрослые люди уже так не думают. То есть они хотят увидеть мир другими глазами, научиться вообще смотреть кино, я учу. Вообще просто. Другими глазами смотреть на все. Рекомендуешь какие-то фильмы, наверное? Конечно, обязательно. Вместе смотрим. Приходите, друзья, приходите. Уже в воскресенье стартует киношкола. Курсы, на которые можно успеть записаться. Есть еще места? Реально попасть? Да, можно. Но более того, это дополнительный уже курс. Поэтому я всегда всех зову. Если понадобится, мы еще сделаем одну группу. Будет дополнительная. Можно всю информацию посмотреть на сайте, который называется «Школа Ирины Мироновой». По воскресеньям я снимаю кино. И написать мне на mail Ирина Миронова, собаколист.ру Ирина, как относитесь вы, ваша команда, все ваши ученики к той невероятной конкуренции, которая сейчас есть? И низкого качества, и высокого. И все-таки YouTube занял свою нишу. Мне интересно услышать ваш комментарий на этот счет. Я хорошо отношусь. Чем больше всего хорошего, тем лучше. По счастью, этот мир растет, развивается. Мы смотрим на него другими глазами. Мы учимся не только снимать, но и увидеть. А самое главное, мы учимся видеть красивое друг в друге. Этому я тоже учу. Это не просто умение нажать на какую-то правильную кнопку в своем айфоне. Это умение увидеть в этом мире что-то, чем можно поделиться с другими. Чем можно поделиться в том же Инстаграме или на своем канале в YouTube. То есть не пугает, что распыляется взгляд зрителя, так скажем? Если раньше он смотрел 10 хороших клипов, то сейчас 10 миллионов. Я уверена, что взгляд зрителя не распылится, даже если будет 100 миллионов. И чем больше хорошего, тем лучше. Другое дело, что качество всегда хорошего меньше, чем чего бы то ни было мусора. Поэтому уметь распознать, что лучше, что хуже. Ну, это даже не умение нужно, а просто желание, потому что всегда хорошее бросается в глаза и видно, что это хорошо. Ир, что хорошего сейчас снимаешь? Вот как режиссер, над чем работаешь? Есть что-то? Ой, я сейчас такую красивую рекламу сняла в Париже. Сейчас вернулась для ювелирного дома, который называется «Лиза Белоцерковская». Ой, нельзя говорить, да? Это просто делается в Костроме. Так это наши такие очень красивые самоцветы, безумной красоты. Обалденно красивые изделия, но они позиционируются в Париже. Сейчас они летят в Лос-Анджелес с этим моим фильмом. Это такой фэшн-фильм. Мы снимали в лесу под Парижем с очень красивыми людьми, с белой лошадью. Господи, как же все было там красиво и шикарно. Получилось хорошо. Что касается фильмов, кстати, ты же снимаешь еще и фильмы, не только клипы. Фильмы пока я снимаю такие экспериментальные, музыкальные. Один из, например, тех, кто... Я вот вижу, что смотрят люди в Ютьюбе. Мой фильм называется «Эфелева башня, я тебя съем». Там нет ни единого слова. Там все построено на музыке. И это такой Чарли Чаплин немножко. Там есть сюжет. Все произошло в Париже. И вновь любимый город, видимо. Да, я люблю. Вот. «Эфелева башня, я тебя съем». Мы застряли там, потому что извержение вулкана было, скандинавского, и отменили все рейсы. И мы с моим фотографом сейчас, он известный очень человек, Дмитрий Схаков, это супруг Полина Гагарина. А тогда он был просто прекрасный фотограф Дима, с кем мы очень много чего снимали. Мы там оказались просто по случаю вместе. Дима с фотоаппаратом говорит, Ира, ну как, я так хочу видео. Я говорю, давай, ну что, берись, снимай, сейчас снимем фильм. Это вот он как раз снял. Фотоаппаратом сняли фильм. Да, и я придумала такое, что «Эфелева башня, я тебя съем», потому что мы были злы на то, что мы не можем оттуда выехать. Выбраться, да. Придумала сюжет, и мы сняли быстренько. Хороший такой, экспериментальный. Дорогие друзья, приходите на занятия, становитесь режиссерами. Ирина Миронова вас научит. Ир, большое спасибо. Спасибо огромное. И вам спасибо. До встречи. Было классно. Спасибо большое. Пока, до завтра, друзья. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Редактор субтитров А.Семкин